МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир своего ТВ продолжает информационная программа День. Меня зовут Вадим Маскаленко. Здравствуйте. И вот главное сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перестали сидеть дома. Ставрополье показало рекордную явку. Новые факты о выборах. От общей котельной к личному котлу. Помогут ли ставропольцам перейти на индивидуальное отопление? Заплати долги и лети спокойно. Приставы проверили пассажиров в аэропорту. Макароны, хлеб, ветчина, семечки. Какие еще ставропольские продукты могут войти в сотню лучших в стране? Сменилась управляющая компания. Вместе с ней ушли деньги, которые жильцы платили за компремонт. Пора ли заключать ставропольцам договоры с поставщиками коммунальных ресурсов напрямую? И помогут ли тем, кто отключился от центрального отопления? Болевые точки жилищной сферы сегодня обсудили. В правительстве края там собрался специальный общественный совет по вопросам ЖКХ. В коммунальных тонкостях разбиралась Ирина Ивановская. Собирали на капитальный ремонт, а потратили на текущий. Да и тот сделали некачественно. К тому же в документах указали больше, чем сделали по факту. Или при смене управляющих компаний жильцы получили платежки сразу от обеих. Или средства за коммунальные услуги не вовремя, а то и вовсе не дошли до ресурсных организаций. Таких или от Ставропольцев в ЖКХ контроле и краевом управлении стройжилнадзора накопилось порядочно. В большинстве своем это жалобы на качество управления многоквартирными домами. Решение есть, уверен глава региона. Вот управляющей компанией нужно начинать проверять, что они делают с людскими деньгами. Нам нужен финансовый вудит. Пока что в заявительном порядке. Вот люди недовольны управляющей компанией. Пришел, проверил, посмотрел, куда деньги деваются, разобрался вместе с налоговой. И принял решение. Отнял лицензию, но найти деньги людские. По статистике звучало в зале, больше 30% управляющих компаний в России задерживают перечисление средств ресурсоснабрающим организациям. Этот долг уже достиг примерно 250 миллиардов рублей, полученных от жильцов многоквартирных домов за коммунальные услуги. Поэтому Минстрой страны предложил переходить на прямые договоры между потребителями коммунальных услуг и ресурсниками. Есть два варианта перехода. Первый, когда управляющий компанией больше двух месяцев задерживает собранные из граждан деньги за коммунальные услуги, не переводя их ресурсоснабжающей организации. В таком случае переход на прямые договоры неизбежен. Второй вариант, когда собственники сами на общем собрании решают вопрос о переходе на прямые расчеты, заранее уведомив об этом ресурснабжающую организацию, управляющую компанией, региональную жилищную инспекцию. Уже на днях законопроект пройдет второе чтение на федеральном уровне. Тем временем Владимир Владимиров предложил активизировать в крае программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, в этом году впервые в региональном бюджете предусмотрели компенсацию роста тарифов на коммуналку, пояснил глава региона. Для того, чтобы не задирать тарифы и сохранить их в тех пределах, которые мы приняли, мы предусмотрели финансирование этих тарифов на 435 миллионов рублей. И очень бы хотелось, чтобы эту поддержку наши граждане почувствовали. Строчка за отопление в квитанциях все чаще возмущает жителей Ставропольских многоэтажек, которые перешли на индивидуальное отопление. Плату за централизованное теплоснабжение им продолжают начислять. С другой стороны, недовольные жители, квартиры которых остались подключены к центральному отоплению. Все расходы по оплате легли огромными суммами на их плечи. Такая ситуация возникла в разных субъектах. Минстрою России разъяснил, что теперь подключиться к индивидуальному отоплению в одиночку нельзя. В любом случае, вопрос не в экономической или правовой целесообразности, уверен губернатор края. Экономическая целесообразность, ее фактически нет. Тут тебя погребят соседи. Поэтому надо со всех. Но меня интересует вопрос безопасности. Я очень переживаю за то, что эта газовая смесь где-то скопится и произойдет большая трагедия. К слову, разрешение на реконструкцию системы отопления в крае получили больше тысячи многоквартирных домов. И это чуть более 8 тысяч жилых помещений. Владимир Владимиров поручил сделать все для соблюдения законных прав граждан. А по проблемам, которые есть у самих управляющих компаний, было решено провести отдельное заседание. Ирина Ивановская, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. Предварительные результаты президентских выборов на Ставрополье сегодня стали официальными и окончательными. В избирательной комиссии региона утвердили итоговый протокол. В нем зафиксирована убедительная победа Владимира Путина. За него отдали голоса больше 80,5% ставропольских избирателей. Нарушений в ходе голосования не зарегистрировано. Председатель комиссии Евгений Демьянов отдельно отметил, что полностью оправдана система отказа от открепительных удостоверений. Шесть лет назад, во время предыдущих президентских выборов, открепительные оформили лишь 18 тысяч жителей. Теперь же 63 тысячи ставропольцев подали заявление в МФЦ или на сайт госуслуг. И таким образом прикрепились к участку, где им было удобнее проголосовать. И практика показала, что те люди, которые подали такие заявления для голосования вне места жительства, они, более 80% таких людей, таких избирателей, пришли на избирательные участки. Ну, на мой взгляд, это довольно-таки высокий показатель, потому как не все приходят и голосуют, те, которые открепляются от своих избирательных участков. Ну, вот статистика такая по нашему краю. Явка на выборах в крае почти 74%. Она существенно выросла по сравнению с предыдущей президентской кампанией 2012 года. По динамике роста наш регион вошел в топ-5 субъектов страны, причем это касается как явки, выраженной в процентах, так и в абсолютном количестве проголосовавших. 18 марта на участки пришли на 204 тысячи больше ставропольцев, чем 6 лет назад. Итоги президентских выборов обсуждали сегодня и на еженедельной планерке в Думе края. Говорили о том, что высокий показатель поддержки действующего президента в регионе – это самый важный результат работы власти всех уровней. Также отметили, явка 18 марта была рекордной для Ставрополя. И поблагодарили всех причастных за высокий уровень организации этой выборной кампании. Это плоды огромной работы, огромного труда. Я хочу поблагодарить всех депутатов, аппарат, потому что участие принимали в этой победе практически все. И обеспечивали безопасность выборов, и обеспечивали информационность выборов, и отдавали свой гражданский долг. Поэтому хочу сказать большое, огромное спасибо за эту проделанную работу. Я думаю, теперь у нас с вами появилась прекрасная возможность дальше продолжать начатое нами. Работы на самом деле очень много. В Пятигорске отремонтируют парк Цветник, в Кисловодске несколько скверов, а в Железноводске преобразится территория вокруг городского озера. На Ставрополе подводят первые итоги голосования за объекты благоустройства по программе «Комфортная городская среда». Количество отданных голосов превзошло все ожидания. Подсчет уже завершился во многих крупных городах. В минувшее воскресенье к урнам для голосования по городской среде пришло более 400 тысяч человек. 24,5% от общей численности населения территорий, которые участвовали в проекте. Уже подсчитаны голоса в целом ряде городов. Жители Железноводска выбрали благоустройство городского парка. За этот проект они отдали больше 8 тысяч голосов. Городской парк с озером находится вне курортной зоны. Проект предусматривает очистку акватории, установку нового освещения, малых архитектурных форум, строительство роллер-дрома и площадки для воркаута. На втором месте в городе-курорте проект благоустройства комсомольской поляны в поселке Иноземцево. Более 5 тысяч голосов, которые наши жители отдали за парк в поселке Иноземцево, и более 8 тысяч голосов, которые мы получили за городской парк, показывают один непреложный факт. Именно жители определяют, и с прошлого года программа, предложенная нашим президентом Путиным Владимиром Владимировичем, о том, что все главные вопросы благоустройства, инвестиций государственных денежных средств будут решаться не только с учетом предложений, но и по предложениям наших жителей. Именно то, куда хотят наши жители вложить государственные деньги, что отремонтировать, то и будет делать администрация. И администрация в данном случае выступает просто как орган власти, который исполняет волю народа. Кисловодск. Лидеры по количеству предложений на этапе их сбора победили и в итоговом рейтинговом голосовании. На первом месте оказался сквер Победы в центре города. На втором сквер у памятника героям-медикам на курортном бульваре. Аллея на улице Герцена набрала менее 10 тысяч голосов, но тоже будет благоустроена. В Есентуках победил проект благоустройства Парка Победы. Людям понравилось то, что было сделано в минувшем году. Беговые дорожки, новое покрытие пешеходных, освещение, озеленение. И они захотели продолжить преобразование. Жители Пятигорска тоже не остались в стороне от итогового голосования. В урнах насчитали почти 36 тысяч бюллетеней. Пятигорчане выбрали благоустройство Цветника, Парка Нагорный и Комсомольского парка, который набрал наибольшее число голосов жителей города. В нем по проекту установят навигационные знаки, спортивные тренажеры и площадки, заменят плитку, проведут озеленение. В Ставрополе свои голоса за благоустройство отдали больше трети его жителей, почти 137 тысяч человек. Победителем стал проект преображения театрального сквера. Здесь заменят плитку, обновят скамейки и урны. На втором месте сквер на Крепостной горе. Территорию между бассейном «Юность» и второй музыкальной школы будет, если верить дизайн проекту, просто не узнать. Дорожки, детские площадки, цветочные арки. Сейчас проект «Комфортная городская среда-2018» переходит на второй этап. Буквально в течение пяти дней, по порядку до 31 марта, мы утвердим муниципальную программу города Ставрополя на 18-22 года. После чего мы подадим заявку в Министерство дорожного хозяйства Старопольского края, получим субсидию и приступим к конкурсным процедурам. Но все работы по благоустройству и дворовых территорий, и театрального сквера мы планируем закончить до 1 сентября. Аналогичные процедуры пройдут и в остальных участвующих в проекте территориях. Марина Мацарская, Алексей Форсиков, Антон Красов, Ставропольское телевидение. К другим темам. В Кисловодске сегодня недалеко от школы номер 17 загорелся автомобиль. Видео сняли очевидцы ЧП. Они предполагают, что причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке. О пострадавших не сообщается. Наркоманов на Ставрополе стало меньше на 5%. Данные озвучили сегодня в Краевой антинаркотической комиссии. Ее участники обсудили итоги работы за прошлый год и меры по борьбе с наркотиками. В заседании участвовали представители правоохранительных органов, краевых и местных властей. Говорили о важности профилактики. Она ведется в шести сотнях образовательных учреждений региона. Кроме того, 81% из тех, кто в 2017 году попал на учет к наркологам, еще не имеет сформированной зависимости, а значит их легче вылечить. Нам нельзя расставляться. Проблема остается крайне серьезной. Появляются новые наркотические средства, новые способы их доставки до потребителя. Для нас это серьезный вызов, на который мы должны дать адекватный ответ. А ответ должен быть только один. Наказание тех, кто ради наживы готов подвергнуть риски, риску наших жизней, наших земельков. Нет долгов, летай спокойно. Сегодня в Ставропольском аэропорту судебные приставы ловили неплательщиков. Задача рейда вернуть должников с небес на землю, а еще пополнить государственную казну, в том числе и бюджет Краевого центра. Виктория Середа из Воздушной гавани. В Ставропольском аэропорту как никогда оживленно. Воздушная гавань переполнена детьми. Это участники всеармейской олимпиады, которые скоро отправятся обратно в свои училища. Найти в толпе кадет должников непросто. Однако судебным приставам удается распознать неплательщиков. Один из них теперь не улетит за границу. У нарушителя долг по кредитным платежам. Присутствие понятых составляет акт описи ареста, а вот мобильный телефон мужчине оставляют только на условиях ответственного хранения. Он должен явиться к нам в службу, чтобы написать заявление о самореализации данного имущества и дальше уже покрыть всю задолженность, которая у него имеется. Данное требование, которое ему выдано, если он по нему не приходит, уже будет составлен административный протокол за неявку к судебному приставу. Такие совместные рейды администрация Ставрополя и служба судебных приставов проводят регулярно. Эта работа у нас проводится планово. В этом году это первый рейд, но не последний. Будем проводить эти рейды ежеквартально. И будем работать на плановой основе, на системной основе. И будем добиваться результата. Эти рейды планируются по крупным торговым центрам и общественным местам города Ставрополь. В числе лидеров долги за имущественные, земельные и транспортные налоги. За 2017 год я хочу сказать, что всего по городу Ставрополь было проведено 94 рейда. Администрации Октябрьского района где-то порядка 30 рейдов было проведено. И в ходе проведенных рейдов было взыскано более 5 миллионов рублей. То есть эффективность работы она налицо. И в общем-то в бюджет города дополнительно поступили налоги. И в том числе от проведенных рейдовых мероприятий. С долгом в 30 тысяч выехать за границу не получится. Однако такой лимит установлен не для всех. Послабление не касается алименщиков, а также тех, кто выплачивает деньги за разные виды ущерба. Скоро майские праздники. Все мы знаем, что многие поедут за границу. И поэтому сегодня мы хотели напомнить еще раз нашим гражданам о том, что имеются ограничения, которые могут вынести судебные приставы в отношении должников. Не нужно иметь долг, который будет превышать 30 тысяч рублей. А также нужно исполнить требования исполнительного документа неимущественного характера. Организаторы рейда рекомендуют. Собрался в путешествие, оплати долги заранее. Виктория Веселеда, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение. Макароны, сыр, хлеб, квас, а еще ветчина, семечки, свежие овощи и лимонад. Все эти продукты ставропольских производителей высоко отметила жюри конкурса «100 лучших товаров России». Сегодня в Ставрополе наградили победителей регионального этапа проекта за прошлый год. Илья Захаров продолжит. Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» в 2017 году прошел уже в 20-й раз. Традиционно ставропольские производители приняли в нем самое активное участие. 53 предприятия региона представили 66 наименований товаров и услуг. Конкурс стал своеобразным знаком качества. Его логотип с гордостью размещают на упаковке продуктов, напитков и промышленных товаров. Для ипатовского предприятия, производящего напитки, известные далеко за пределами края, это, конечно, не первая награда. Продукцию хорошо знают даже за рубежом. Международные бизнес-форумы не раз отмечали качество ипатовских лимонадов. А призы с различных конкурсов исчисляются уже сотнями. Но эта победа займет особое место в коллекции достижений предприятия. Потому что это потребитель говорит, за что он голосует, какой продукт ему нужен, какой продукт ему нравится. В первую очередь, естественно, его интересует продукт качественный и который максимально полезен для его здоровья. Мы производим, естественно, лимонады высокого качества. И администрация Краевого центра, и правительство региона заявили о готовности оказать поддержку предприятиям края. Причем не только крупным, но и небольшим. На Ставрополье в прошлом году начал работу Фонд развития промышленности. Благодаря ему бизнес может получить на свое развитие льготные займы под 5% на 5 лет. А еще есть нефинансовая поддержка. Она предполагает налоговое послабление в первые годы работы предприятия. И если говорить о территории опережающего развития в городе Неваномысске, то постановление правительства Российской Федерации, которое принято, это беспрецедентное преимущество налоговое. Это и налог на имущество ноль, налог на землю ноль. Налог на прибыль 5% в первые 5 лет. С 6 по 10 год 10% и с 30% уменьшаются взносы в социальные фонды. С 30 до 7%. Ну то есть имеется в виду на работниках. Это очень достойные преимущества, аналогичные с особой экономической зоной. Сегодня золотой логотип 100 лучших товаров России получили 22 вида Ставропольской продукции. Это не только продукты питания, но и строительные материалы, химикаты, даже один бытовой прибор, соковыжималка. А еще высшие награды удостоены медицинские и курортные услуги. Илья Захаров, Антон Красов, Ставропольское телевидение. Они мечтают о службе в армии и умеют решать самые сложные задачи по физике и математике. В Ставропольском президентском кадетском училище подвели итоги всеармейской олимпиады. Суворовцы, нахимовцы и кадеты со всей России. Всего 25 команд боролись за победу. С лучшими встретилась Яна Лукушкина. Павел кадет Санкт-Петербургского суворовского училища. С 11 лет он усердно изучает математику и физику. Кружки, дополнительные занятия с преподавателями, участие в олимпиадах. За это время получил немало наград и грамот. И вот еще одна победа. Первое место по математике среди восьмиклассников. Подготовка к олимпиаде – это больше олимпиадные кружки, то есть занятия. В принципе, подготовка была не такой уж и большой. Но это колоссальная работа преподавателей, конечно же. В принципе, к олимпиаде я был готов. Итоги подводили в индивидуальном и командном зачетах. Отдельный приз за самое оригинальное решение. Ставропольские кадеты показали достойный результат. У их команды второе почетное место. Мы подвели итоги олимпиады по физике и математике. Наградили лучших. Впервые в истории команда Ставропольского президентского кадетского училища заняло почетное второе место, пропустив вперед только Казанское-Суворовское училище. Мы теперь знаем, над чем работать нам. Но я думаю, в дальнейшем мы исправим ошибки и будем бороться уже за первые места. После закрытия олимпиады у приезжих участников свободное время. Они намерены посетить Ставропольский музей, театр, кино. В общем, познакомиться с городом и его достопримечательностями. Яна Лукошкина, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение. Шимпанзе в ресторане, канадские пумы на поводке и захватывающий дух трюки на скоростных мотоциклах. Все это вошло в цирковую программу Джимили. Премьера шоу прошла в Ставрополе. Наши корреспонденты тоже впечатлились. Пока в цирке собираются зрители, артисты готовятся к первому в Ставрополе выступлению. Звезда представления канадская пума Ник, кажется, совсем не волнуется и в последние минуты перед премьерой активно участвует в фотосессии. Не страшно? Нет. Понравилось вам? Да. Этих кошек в цирковых шоу задействуют нечасто. Однако этот коллектив – исключение. В программе Джимили участвуют сразу четыре пумы. Животные действительно необычные. С ними практически никто не работает. Но считают их не особо, наверное, яркими, талантливыми. На самом деле талантливейшая кошка. Очень элегантная, грациозная. При этом, наверное, самый опасный хищник. То есть, если льву тигру будет лень, то это пойдет. Отвлечься от внимания поклонников и отправиться за кулисы Нику все же пришлось. Представление начинается. Шоу открывают воздушные гимнасты. После в центре внимания трюки на лошадях, акробаты и эквилибристы. Этот коллектив завоевал серебро на международных соревнованиях в Испании. Сразу после победы эквилибристы приступили к гастролям. Первая точка – Ставрополь. Это дело очень люблю. Это приносит мне удовольствие. Это главное. Поэтому я, наоборот, очень этого жду всегда. Выходят на сцену? Да. Внимание зрителей привлекали к себе и клоуны. На арене они играли, пели песни и даже готовили пиццу. В ресторанную тематику продолжил шимпанзе Мик. Он ловко справился с ролью не совсем добросовестного клиента. Своё мастерство и талант зрителям продемонстрировали и собаки. Уже после первой части представления равнодушных к выступлению артистов в зале не оказалось. Супер, классный. Особенно обезьянка Микки. А тебе что понравилось? Просто цветными собачками. Обезьянка понравилась? Я красавица и пумы. Да, я не знаю. После антракта на арене появляются пумы. Они ловко катятся на шарах, преодолевают препятствия и прыгают в неизвестность. Работают без клетки. Страховка в этом номере, поводки и профессионализм дрессировщиков. Браво! Яркой точкой представления стал самый экстремальный номер программы – мотосфера. Внутри железного шара на сверхскоростных мотоциклах каскадеры выполняют опасные трюки, среди которых сальто и мёртвая петля. Увидеть всё своими глазами Ставропольцы смогут в течение месяца. В Краевом центре артисты программы «Джимили» дадут 10 представлений. Виктория Середа, Анастасия Зубриско, Антон Поляков, Ставропольское телевидение. На этом пока всё. Больше новостей на нашем сайте stv24.tv и в нашем телеграм-канале «Свой спецкор». В студии был Вадим Аскаленко. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА